Законопроект Об этом говорит статистика, что нет в этом реальной нужды, потому что очень немного мероприятий массовых проводилось именно по заявительному принципу. Это принципиальная позиция отказаться от заявительного принципа организации массовых мероприятий. Это первое, на что я хотел бы обратить внимание. Второе, имели место такие случаи в прошлом, особенно в прошлом 2020 году, когда заявлял о проведении массового мероприятия некий гражданин, условный гражданин, как физическое лицо, а на организацию анонсирования этого мероприятия, рекламу, работала целая организация, к примеру, политическая партия. Поэтому предлагаемый законопроект очень четко вносит раскраничение между ролями физическое лицо, заявляет, или политическая партия, или в принципе другая общественная организация. Этот момент очень важен, и если будет такое случиться, то отвечать будет политическая партия по закону. И третий момент, это уже как бы в продолжении изменения по этому законопроекту, я хочу сказать, что параллельно принимался законопроект об изменении законов об уголовной ответственности. И в этом законе предусматривается такая же уголовная ответственность на тот случай, если неоднократно гражданин принимает участие в несанкционированном мероприятии и привлекается к административной ответственности. То есть перерастает административная ответственность в уголовную ответственность за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Вот это очень важные моменты, я хотел, чтобы наши слушатели, мои избиратели очень четко эти вещи понимали, ну для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!